Я не знал, куда пойти учиться, и решение за меня приняли родители мои. Поэтому пошел учиться я в вуз на инженера. Но проучившись там полгода, я осознал, вот тут что-то произошло, я осознал, что это совсем не мое, бросил в вуз и пошел учиться на повара-кондитера. Заманила меня, подкупила меня вот эта вот тонкость, потому что где повар посолит вот так, то кондитер вымеряет на весах с погрешностью 1 грамм 72 грамма муки, 54 грамма шоколада. То есть вот такая аптекарская точность, такое изящество, красота и безумные перспективы у этой профессии. Колледж Царицына я выбрал, потому что мне понравился их подход. Там современная, даже на то время была достаточно современная лаборатория. И немножко пособирав информацию об этом колледже, я увидел, что помимо теоретической части всегда есть практическая часть. И практическая часть это, как правило, не только в колледже, а это еще выездная часть. То есть на предприятиях, в ресторанах, в кафе, в кофейнях, в кондитерских. Вот, например, да, у нас девочка работает, она училась в том же самом колледже Царицыны и пришла к нам просто на практику. По ней сразу было видно, что человек старается, у нее горят глаза, она прям с любовью это делает. Мы ее взяли на зарплату, прям уже на должность кондитера, она еще продолжала учиться в колледже. И после этого, тоже буквально через там полгодика, она стала уже суш-шефом-кондитером. Это уже более серьезная зарплата и это уже повышение в должности. Очень перспективный и уже такой прям талантливый, опытный сотрудник в очень юном возрасте. Не нужны никакие-то там блага, никакая-то популярность, никакие-то деньги, никакой-то успех, если у тебя нет возможности эти достижения разделить со своей семьей, со своими близкими. Поэтому основной стимул, основная мотивация – это, конечно, семья. Сам я пришел к кондитерскому искусству, я понял, что реально это дело моей жизни, я хочу именно этим заниматься. Я понял это, ну, вот во сколько там, 18-19 лет. Но анализируя сейчас, и вот когда я работал над своей книгой, я еще раз в этом убедился, что заглядывая как бы туда глубоко, в детство и в прошлое, я начинаю копаться, я понимаю, что готовил-то я всегда. Да, я с шести лет еще готовил, даже тогда, когда только просто ножик научился держать, уже маме пытался какие-то красивые бутербродики нарезать. Писал ей меню, у меня даже глава есть такая в книге, прям специально с ошибкой, меню. Нес ей на подносики, все сервировал, и это все было в шесть лет. Поэтому обращайте внимание на то, что вам нравится делать, чем вам нравится заниматься. Потому что выбор профессии действительно по душе, если вы выберете любимое, настоящее, ну, любимое дело, и то это залог успеха, залог того, что у вас все получится. А любовь к тому, что ты делаешь, это как раз то, что поможет преодолеть все трудности и достигнуть успеха.